В этом уроке мы с вами познакомимся с интерфейсом Unreal Engine A4, чтобы было удобно работать. Так, а впервые я предлагаю познакомиться с как же работать в окне проекции. Вот здесь. Чтобы повернуть камеру, надо нажать и держать, не отпускать правую кнопку мыши. Вот так вот мы делаем повороты головой. Вот. А чтобы перемещаться по сцене, надо зажать опять-таки правую кнопку мыши. Вот, не отпускаем. И как в играх W, A, S, D. Так, вперед, назад, влево, вправо. Если вы хотите подняться наверх, зажимаете правую кнопку мыши. Вот, и нажимаете E. Правая кнопка мыши E. Или Q. Q это вниз. Либо смотрите вниз и идете вперед. Так. Хоп, 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 вот так. Окей. А перемещение, скорость перемещения можно поменять здесь. Видите, тут у нас по умолчанию стоит четверка. Давайте поставим, например, 1. Будет очень медленно перемещаться. Это иногда полезно, когда вы, например, работаете с мелкими объектами, например. Вот. А когда у вас очень большая цена, там целый город, например. Ускоряете 8, там и так далее. По умолчанию, давайте. Такая будет 4. Вот. Можно, конечно же, приближать и отдалять с помощью колесика. Но это более так резко, рывками идет. Окей. Поставьте паузу и немножко попрактикуйтесь. Так, окей. Попрактиковалась? Нет еще? Ну что, тогда нажмите паузу и попрактикуйтесь. Окей. Продолжаем дальше. Так, начнем отсюда, с этих менюшек. Как и в любых других программах, тут файл есть. Тут сохраняем, создаем новый левел. Ну и так далее. Так. Сохранение, сохранить как, сохранить все. Открыть какой-то ассет. Сохранить все уровни тут. Это сохранится все. Так, и новый проект. Ну, вот это мы особо не будем использовать. Это выходит за рамки данного курса. Так, recent project. То есть, открываем проекты, которые недавно мы открывали. Наверное, у вас тут ничего не будет. Вот. Выход, выход из... Ну, то же самое, что и нажать вот этот крестик. Так, следующее менюшка. Edit. Тут undo и redo и так далее. Ну, как в Photoshop и 3ds Max. Copy, paste и так далее. Тут можно убрать объект. Copy, paste. Можно сделать. Вот. Так. Editor preferences. А, тут... Пока там не будем заходить. Project settings. Ну, то же самое меню, только в другой категории. Пока тоже ничего не будем трогать. И плагин с плагин с мы не используем, поэтому я даже сам никогда не пользовался плагинами. Windows. Если вы случайно закройте какое-либо, например, окно, вот этот World Outliner, например, пишите. Заходим сюда. World Outliner появился здесь. Окей. Layers, уровни. Ну, а вот это пока мы особо не будем затрагивать. И если вы забыли, ну, например, что-то потеряли, например, менюшки и так далее. Так, например, вы можете reset, reset layout сделать. Эдитарный старт. Только имейте в виду, что вам придется перезапускать Unreal. Ну, сейчас нужно запуститься более, более, так, пошустрее. Окей. Help, тут документации, help, то есть всякие разных терминах Unreal и так далее. Форум есть, credits и так далее. Ну, это особо не важно. Мы это в Максе не использовали и в Photoshop тоже не использовали. Так что мало кто сюда заходит, наверное. Я, например, лично особо не захожу сюда. Так, дальше. Modes. Тут, как в Максе, панель для создания каких-то примитивов, например, освещений, кубиков. Из всяких других вспомогательных. Это же все-таки игровой движок. Поэтому тут есть дополнительные такие, такие триггеры вспомогательные. Вещи Ambient Sound, там звуки можно поставить, там так далее. Вот. Ну, и много чего другого тут есть. Вторая вкладка Paint. Тут можно рисовать на объектах всякими цветами, если объект настроен на это. Пем-пем-пем. Ну, данный объект не настроен, поэтому не рисуется. Вот. Мы это затрагивать тоже не будем в данном курсе. Так, ландшафт. Ландшафт. Это создает ландшафт. Мы эту тему тоже не будем затрагивать. Поэтому пропустим. Polyage. Тут рисуем. Рисуем траву. Ну, можно нарисовать. Например, создаете ландшафт. Давайте создадим маленький ландшафт, например. Такой. Create. Немножко подождем. И вот ландшафт. Так, ландшафт примерно такой. И в режиме Forage можно, пользуя кое-какие объекты, например, давайте камень. Вот. Вы можете не делать, просто посмотрите. Рисуем камни. Вместо этого камня могут быть использованы деревья, травы и так далее. Понятно, да? Так, идемте дальше. Так, давайте удалим ландшафт. Так. Геометрия editing. Тут можно редактировать объекты. Только такие объекты, которые мы импортировали из 3D Studio Max. А объекты, которые сделаны в Unreal. Такие есть. Геометрия. Если куда зайти, вот эти объекты можно тут редактировать. Например, edit, apply. Вот так вот. Просто так нельзя редактировать. Вот так вот. Давайте удалим этот объект. Так, следующее. Тут всякие категории. Освещение. Cinematic это для камеры. Визуальные эффекты. Мантути, способ обработка для отражений и так далее. Геометрия. Volumes это волюмы, в которых можно устанавливать всякие события, которые волюмы, которые помогают больше для освещения, чтобы больше просчета было в некоторых местах, а в некоторых наоборот, поменьше там и так далее. All classes это все классы. Здесь находятся все объекты. Вот. Следующая. Вот эта панель. Сохранить цену. То же самое, что и нажать Save Current. Вот. Source Control это если вы работаете несколькими людьми сразу и у вас один проект и вот эта кнопка вам помогает синхронизировать все файлы данного проекта. Content. То же самое, что и если выключить. Content. Вот. Вот Marketplace. Мы заходили сюда. магазин. Вот. Если нажмете Marketplace, вы туда попадете в маркетинге. Ну, сюда. Вот Settings. Тут мы рассмотрим вот этот параметр. Engine Ability Settings. Тут по умолчанию стоит Epic. У меня. Можно сделать Cinematic. Авто. Epic. Ну, это качество качество картинки. То есть от этого зависит насколько компьютер ваш будет занят данным. Больше обрабатывать там и так далее. Ну, чтобы картинка была намного лучше. Больше эффектов. Больше качества. Вот. И тут особо ничего не делаем. Ничего не трогаем. Следующие Blueprint. Мы в данном проекте да. Один раз когда будем делать часы будем использовать Blueprint. И будем делать Cinematics видеоролик из в сцене созданным. И Build. Build это кнопка для запекания lightmap. Так. И тут можно настроить качество. Lightning Quality. Preview. Это быстрый просчет. Только качество самое низкое. Medium. И так далее. Production это самое максимальное значение настройки. И занимает больше времени. Нажимаем Play. Тогда игра запускается. Мы летаем. Вот так. Немножко сталкиваемся с объектами. Нажимаем Escape чтобы выйти. Вот. А это Launch как отдельное приложение. Запускается. Но не нажимайте. Потому что это долго. Вот. Так. Следующая. Вот эта панель Content Browser. советую включить вот этот Source панель. То есть древовидный вид папок. Чтобы быстрее дойти до каких-то внутренних папок. не нажимая вот так вот например Content Start Materials и так далее. Вот так быстрее. Окей. кнопка Import. Импортируем наши объекты fbx файлы и так далее. Ну на самом деле там очень много файлов которые можно импортировать. Вот Save All. То же самое что и нажать Save All. Фильтры. Тут можно фильтровать объекты какие надо отображать какие нет например материалы статик объекты либо текстур там и так далее. Много чего еще. Следующая World Outliner это как в Максе например как там иерархия объектов смотреть то есть Outliner же есть новая версия Макс например начиная с 2016 версии по-моему вот и тут можно выделять объекты если вы затрудняетесь найти в цене объект вы можете здесь напечатать например чай и выбирать их или по категориям например мы хотим видеть только статик объекты статик мэш актер и показывать объекты которые статик мэш актер вот а тут еще дополнительное окно details то есть детали выбранных объектов например их локация то есть местоположение rotation то есть поворот и так далее scale scale не как в максе до 100% а 100% это в англии 1 и вот mobility то есть объект статичный либо динамики связан либо можно его вообще можно ну как бы зайти в игру и стрелять он улетит вообще могу было можно поставить так но для данного проекта мы будем использовать статик статик мэш его мэш можно использовать вот этот объект но поменять его статик мэш например убираем и ставим сюда вот например так нужно конечно материал поменять находим его материал и применить так так вот для примера показал и вот эти настройки мы по ходу делаем рассмотрим в курсе дальше дальнейших уроках вот данным данный момент вроде рассказал о менюшках их вроде дополнительные особо не нужны для данного курса и хотел бы закончить на данном этапе интерфейсе а хотя нет подождите есть еще вот этой кнопки тут можно показать фпс кадров секунды что еще кривизну нужно поменять 90 по умолчанию и гейммод G то есть убирает все вспомогательные иконочки как делает вид как в игре как она будет выглядеть в игре или горячая клавиша G вот кредит камера и уж то есть создать камеру отсюда то есть здесь камера так удаляем что дальше high resolution скриншот делает скриншот но не будем этого делать потому что есть горячая клавиша F9 вот как бы как в максе рендерить так вот это мы тоже особо не будем затрагивать потому что мы в основном будем работать в одном окне так тут виды окон то есть проекции топ и так далее как в максе и тут можно поменять режим отображения лейт с текстурами там и так далее с освещением англи это только diffuse color без освещения истине и так далее wireframe ну и другие давайте зайдем обратно шоу тут можно показывать как спрятать или показать кое-какие объекты например grid убираем fog можно убрать кстати объекты можно спрятать и так далее так и тут дополнительные это визуальные нужны но это уже мы подробно дальнейшем уроках поговорим сейчас в принципе этого достаточно и вот повороты объектов и перемещения то есть выбираем объект и вот поворот это есть перемещение тык 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 select and rotate то есть горячая клавиша E тут W вот так вот scale то есть увеличение уменьшение вот например тут можно поменять на локальный режим Gizmo трансформации этих вот а можно отключить привязку к сетке при перемещении например вот более точная такая установка объекта будет либо можно уменьшить значение здесь не 10 а 1 или наоборот увеличить так давайте 100 сделаем чтобы виднее было вот а это повороты E вот можно уменьшить и так далее значение можно выбирать а это scale можно побольше сделать то есть вот так R горячая клавиша R вот все мы все рассмотрели интерфейс немножко попрактикуйтесь и переходим к следующей к следующему уроку а я вас жду в следующем уроке уроку вот вот